друзья всем привет это илья сразу же прошу прощения за то что долго меня не было на канале примерно две недели я отсутствовал мы были фактически в небе в самолете летали по странам юго-восточной азии нам нужно было понимать статистику по выдаче виз для граждан снг кыргызстана узбекистана таджикистана украины во вьетнаме в таиланде в индонезии в камбодже в лаосе и так далее сейчас у нас вся статистика по визам собрана сейчас мы знаем где виза дают а где их не дают чтобы получить эту информацию вам достаточно зарегистрироваться на нашем онлайн уроке семинаре который называется как получить визу без посредников и третьих лиц будет разбираться все визовый кейс места для подачи на американскую визу и так далее очень интересно всем рекомендую у нас сегодня две плохие и три хорошие новости начну с плохих первая плохая новость для граждан российской федерации виза разделилась американская виза теперь на мульти и на сингл сингл стоит также 160 долларов если иммиграционный офицер это для граждан российской федерации принимает решение дать вам мультивизу то вы доплачиваете дополнительно 143 доллара и того вам виза обходится уже в 300 долларов официальный консульский сбор для граждан российской федерации вторая новость гражданам снг узбекистан кыргызстан въехать мексику по японской визе нельзя это будет и в будущем это есть и сегодня неважно одноразовые мульти то есть по японской визе вас больше в мексику не пустят хорошая новость верховный суд сша отменил решение дональда трампа о том что люди которые приезжают в мексику в том числе и те которые перепрыгивают через забор считаются нелегалами то есть и что их нужно выдворять то есть настоящий момент верховный суд отменил решение вступило в законную силу если вы приезжаете в мексику подаете официально на границе хотя и в прошлом это к вам не относилось но тем не менее вы считаетесь легальными беженцами вы легально подаете легально получаете статус вторая хорошая новость это то что у нас теперь в команде новый человек его зовут алексей он паралегал он сам лично проходил 6 месяцев иммиграционном дотационном центре он будет как вторая ступень для корректировки кейса то есть первая кейс пишет игорь после этого попадает к алексею и он редактирует в соответствии со своими знаниями со своим опытом вот так же он нам сказал что сейчас настоящий момент он проходил суд совсем недавно там буквально три четыре дня назад требование количество листов для кейса уменьшилась то есть 67 достаточно дальше уже иммиграционный судья читать не будет и больше иммиграционного судью интересует доказательная база и все это должно быть на английском языке вот так же мы открываем компанию третья новость открываем компанию соединенных штатах в нью-йорке с нашими партнерами это будет официально зарегистрированная компания которая может заниматься той деятельностью которой мы занимались в евросоюзе на границе в мексике теперь это можно будет делать соединенных штатов мы получим необходимую лицензию сертификаты но и соответственно страховку который позволит нам спокойно работать и в сша и заключать договора в сша и помогать людям которым требуется помощь со стороны переводчиков паралегалов и так далее так ребята всех с наступающим новым годом у меня будет отдельное поздравление следующее видео будет уже екатерина она сейчас находится в тихуана она снимет в режиме онлайн то что происходит на границе какие там очереди как там люди проходят но и так далее подписывайтесь на наш канал удачи вам всем всем всего доброго пока